Нас разделяют больше 4000 километров. При этом Алтай остается донором и порядочным партнером для Сахалинской области. Сегодня делегации от двух регионов собрались в Барнауле, чтобы обсудить дальнейший план сотрудничества. Несмотря на то, что Сахалинская область в последние годы развивает сельскохозяйственный потенциал, вопрос продовольственной безопасности стоит там остро. Напомним, Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. Потеря такого партнера для нас обернется кризисом товарных рынков глубоким и, соответственно, невозможностью долгое время обеспечивать население жизненно важными продуктами питания. Сахалинская область как бы ни старалась, в силу своих каких-то специфических особенностей региональных, климатических, она, естественно, будет в силу оставаться регионом-реципиентом. Нет, наверное, ни одного жителя Сахалинской области, который не был знаком бы с продукцией алтайских производителей. Это, конечно же, мука, крупы, растительное масло. Но по некоторым группам товаров Алтайский край закрывает, наверное, до 80% всего объема. Речь идет об обеспеченности мукой за счет поставок из Алтайского края. Это более 80% рынка. Сегодня Сахалинская область также заинтересована в поставках зерна. На встрече обсудили и другие перспективы. Мы единственный регион за Уралом, который выращивает и производит сахар из сахарной свеклы. У нас сейчас есть один сахарный завод, но реконструируется второй сахарный завод. Мы надеемся, что в скором будущем, а как раз второй сахарный, бийский сахарный завод, он и ориентируется в первую очередь на Дальний Восток. Во время последней встречи двух делегаций было подписано несколько контрактов. Итоги этой встречи мы увидим уже в ближайшее время. Кстати, коллеги из Сахалинской области смогут также оценить более 400 продуктовых новинок от алтайских производителей. От традиционных для региона круп, муки, масел, сыров до мраморной говядины халяль, кокосового масла. Все это представят завтра на дне сибирского поля. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.